перевод и комментарий его божественной милости бактивиданта с вами шилы правопады шилы правопадаки после отбытия великого святого народом народы камса стал думать что все члены рода яду полубоги и что любой из детей родившихся из чрева деваки мог оказаться вишну страшась смерти камса заключил васудеву деваки под стражу и заковал их железные кандалы поскольку было предсказано что его убьет вишну камса одного за другим убивал всех их детей подрез подозревая как в каждом из них вишну комментарий шилы жива госвами в своих примечаниях к этим стихам рассказывает о том каким образом камса узнал все это от народы муни это описывается в харивамши по воле проведения народа по воле проведения народа посетил камсу и камса очень хорошо его принял народа в свою очередь сообщил ему что любой из сыновей деваки может оказаться вишну и поскольку камсе было предсказано что его убьет вишну народа посоветовал ему не щадить никого из детей деваки замысел народы заключался следующим убивая этих детей камса совершит еще больше грехов и тогда кришна скоро явится чтобы убить его вот милость чистых преданных получив это наставление от народы муни камса одному за другим убивал всех детей деваки слова аджана шанкая указывает на то что господь вишну никогда не рождается аджана и что стало быть он просто явился в облике кришны решившись словно родивший словно обычный человек камса попытался убить всех младенцев рождавшихся у деваки и басудевы хотя прекрасно знал что если родится вишну его невозможно будет убить так и произошло когда вишну явился в образе кришны камса не смог его убить наоборот как было предсказано кришна убил камса надо глубоко понять как кришна рождаясь трансцендентным образом убивает демонов но сам никогда не убивает убит тот кто через шастры обретает это совершенное знание кришне становится бессмертным в бхагавадгите 4 9 господь говорит джанма карма чами девям и вам йо вети татва тага тяк твады хам пунар джанма найти мам эти сорджуна тот кто знает божественную природу моего явления и деяний никогда больше не рождается в материальном мире покинув тело он достигает мои вечные обители у арджуна омагянати миранда сья гьянаджа наша лакая чакшур он мили там и нато смай шри гураве на маха шри чейтанья манобиштам стапитам йена бутале свайам рупакада махьям дадати свападантикам вандехам шри гуру шри ютападхамалам шри гурон ваишнавам шри рупам саграджатам сахаганарагунадхан витамтам садвайтам садвайтам савадутам париджанна сахитам кришна чейтанья девам шри рада кришна падам сахаганарагунадхалита гūпеша-пеха-пеха гуспеша-пеха-пеха-пеха-пеха-пеха-пеха-пеха-пеха-пеха-пеха-пеха-пеха-пеха-пеха-пеха-хELI-к-хвата-хrations Hotel everyone is happy! debidoota д dementай в守 membroken скел для здравии эсп meth coming за 후 Продолжение следует... Продолжение следует... Три момента, о которых можно сегодня поговорить, это поведение Нарада Муни, это то, как Кришна поступает со своими чистыми преданными. Мы наблюдаем в этой истории, с чего начинается 10-я песня о Шимадбхагаватам, где непосредственно говорится о Кришне, и такой мощный трэш здесь с преданными происходит. И третья тема, это как относиться к оскорблению Вайшнауов. Мы вчера затрагивали эту тему, очень много подробностей. И еще одна мысль у меня пришла по поводу оскорблений Вайшнауов. Тоже хочется это все обсудить с вами. И надеюсь, мы все успеем. И первое, с чего начинается здесь комментарий Шивы Прабхупады, вспоминает Харивамшу. Мы уже несколько раз рассказывали здесь на лекциях эту историю, что Нарада Муни приходит к Камсе, тот удивлен, глаза стали отыскными от удивления. И он служит Нараде Муни, Нарада Муни рассказывает ему подробности, что с ним будет, что будет ему больно. Поэтому я тебе советую предпринять все меры для того, чтобы это не произошло с тобой. И Камса, следуя наставлениям чистых преданных, почему чистый преданный, и дает ему такие наставления, открывает нам Шива Прабхупада, что он хочет, чтобы Камса совершил еще больше грехов. И когда он совершит еще больше грехов, тогда Господь быстрее появится на сцене, и все будут счастливы. Вчера мы цитировали, Ананта Шипрабу цитировал стих, и отчитание Чаритамриты, Мадья Лева, 33 глава, 39 стих. Мне он понравился. Да? 23.39. Я как сказал? А, да, 23.39. Слова, дела и отличительные черты того, кто обрел любовь к Богу, непостижимы даже для самого ученого человека. Виджнеха на буджае. Даже Виджнеха, то есть ученый человек, не может понять, что делает чистый преданный. Ты смотришь, и что он делает вообще? Господи, зачем он это делает? И один из самых распространенных вопросов, которые, знаете, вот все вопросы уже придуманы. Вот за свое какое-то нахождение в Харе Кришне, люди часто мне что-то пишут, спрашивают, а как вот это, как вот это. И вот я смотрю, что одни и те же вопросы люди задают. Самое интересное, что все уже ответы на эти вопросы, эти вопросы, они уже записаны. Бхагава-то. Просто человек, знаете, прогрессируя, доживая до какого-то уровня, он доходит до определенного вопроса. И вот один из вопросов, который часто задают люди, которые только столкнулись с идеей, что, вот знаете, есть добрый Бог, который управляет этим миром. И когда они столкнутся с этой идеей, то у них первое возникает, один из первых вопросов, который у них возникает, ну кто так строит? Ну кто так строит? Ну почему здесь все так несправедливо? Почему такие нехорошие вещи происходят? Куда Бог смотрит? Вот такая вот, вопрос такой возникает же, да? И вот возмущение, и возникает у человека такая, вот я бы на его месте. В этот момент у меня сердце сжимается и думаю, что было бы, если бы он был на его месте. Было бы, ну очень плохо было бы. И этот мир, в котором мы живем, он совершенно создан для определенной цели. Но понять, как правильно поступать и как бы нужно поступать на месте Нарады Муни, но сначала надо разобраться. Я не буду сейчас повторять то, что Ананташи Прабу нам вчера рассказывал, что нужно оптом смотреть на жизнь преданного, и что он добрый человек, и что он действительно переживает. за все он выбирает самое лучшее решение. Я немножко с другой стороны хотел немного сказать. Вот для того, чтобы действительно сделать что-то доброе, для этого нужно обладать тремя качествами. Это сейчас мои пойдут спекуляции. Первое, для того, чтобы принять правильное решение, вот судья должен принять решение, вот как поступить, как наказать или какое должно быть правильное решение, первое, нужно знать все обстоятельства. Если я знаю, вот столечко, да, вот я захожу, например, в алтарную, и смотрю, человек дырявит цветы. Ну не демон ли, а? Хорошие цветы, можно было бы Кришне предложить, что он делает вообще? Вы посмотрите на него. И он даже не останавливается, вы видите? Явно демон. Вот. Это вот недостаток у меня знаний. А надо знать подробности, что оказывается, это не просто так их дырявят. Это делают гирлянды, которые потом будут предлагать Кришне. Или человек заходит в больницу, в операционную, и смотрит человека, разрезали. Убийцы! Вызывает полицию, говорит, человека убили, зарезали, прям сейчас, вот быстрее едьте, и приезжает полиция. Ты что, дурак, что ли? Ну это же человек лечит, сейчас вот ему тут 10 часов операции, пересаживают ему там что-то. Да, глупость же ты совершил. И вот люди, у которых недостаточно знаний, они знают вот прям немножечко, и они начинают принимать решение. Вот этот прав, этот неправ. Тогда как верховная личность Бога знает прошлое, настоящее будущее. Он знает все про всех. Такая опасная вещь. Он, у него как в ютюбе, историю нельзя удалить. Он знает все про всех просто. Каждое слово, каждый наш чих, он знает. Мы сейчас Маханады Прабу читаем про Дамодару, и когда, Дамодара Леву, и когда, значит, науковары Манегриева приняли вот эти формы свои изначальные, то Господь, Кришна, маленький мальчик, повторил те же самые слова, которые Нарада произнес, когда он их проклинал. Науковары с Манегриевой так переглянулись, откуда он это все знает. И Кришна улыбнулся и говорит, ну как бы, ну что, Бог все-таки. Он все знает. Поэтому, чтобы правильно принять решение, надо знать все обстоятельства. Поэтому судья настоящий, он там выясняет, а это-то, а вот это-то, почему так. Это первое условие. Но этого недостаточно. Второе условие, человек, ну или тот, кто принимает решение, должен быть очень добрым. Очень, очень, очень сильно добрым человеком. Он действительно должен переживать, чтобы у того, кого он судит, у него было все очень хорошо. И вот тут тоже проблема. Мы, конечно, переживаем за кого-то, ну за наших близких, по комнате, допустим, переживаем, или за тех людей, которые дали нам пирожок, хорошие люди, пусть я за них помолюсь. Или когда наших бьют, то это же наши, я должен им помочь. То есть, есть, конечно, что у меня благорасположенность к другим. Но эта благорасположенность, она очень, очень сильно ограничена. То есть, человек готов, я видел сцену, когда маленькая собачка, ну, женщина гуляла со своей маленькой собачкой. И тут какой-то пес огромный сорвался с цепи, я не знаю, откуда он взялся, и он помчался, чтобы съесть эту маленькую собачку. Прям реально, сумасшедший, бешеный пес. И хозяйка схватила свою маленькую собачку, на руки вот так вот подняла, и этот бешеный пес стал кусать ее. То есть, она пожертвовала, ну, этой болью ради своей маленькой собачки. Иначе, либо тот ее просто съел, в буквальном смысле. То есть, не любовь ли это? Но при этом, она без проблем, каждое утро, каждый там день, не утро, может, в обед, ест корову. И вообще, ничего в сердце не шевелится. Почему так? Собачку жизнью решила пожертвовать, ради собачки. Ограничена очень сильно любовь. А особенно, если какой-то человек, вот если мне надо кого-то судить, а он мне постоянно не докладывает сладостей во время раздачи. Вот негодяй просто. Я, конечно, не обидчивый, но я все помню. Я помню все. И когда он мне сказал, что ты даешь нехорошие лекции, я это помню все. Вот эти все, ну, какие-то замечания и все остальное, что этот человек делал. Вот когда ты состаришься, жевать я тебе не буду. Вот это вот я все помню. Понимаете? Очень сложно быть любящим и беспристрастным, когда человек меня как-то обидел. Правильно? Но Кришна не обладает, как он говорит, самахамсарва бутышу, я ко всем отношусь одинаково хорошо. Почему он ко всем одинаково хорошо относится? Ну, к преданным по-особому хорошо, но ко всем все равно хорошо, любит всех. Почему? Потому что все это он. Мы же к себе хорошо относимся. Вот что для вас важнее, рука или нога. Куда вы хотите воткнуть иголку? В руку или в ногу? Что вам не жалко? А? Все жалко, правильно? И вот Кришне поэтому все жалко, он все любит. Он переживает за всех и за все, потому что никого кроме него нет. Ну, конечно, его энергии, ясное дело. Мы сейчас не Моеваду проповедуем. И получается, что Кришна действительно переживает за всех, за всех, за всех. А обычный человек, он мало знает, он не за всех переживает. И третье качество, которым нужно обладать, чтобы сделать человеку доброе дело. То есть надо знать подробности всего, надо любить очень сильно. И третье, надо вообще понимать, а что такое добро? Что благо-то? Потому что, если не знаешь, что такое добро, то как я могу это добро сделать? И Кришна знает, что добро – это когда живое существо занято чистым, преданным служением. Поэтому Кришна никогда не ошибается. И Он всегда делает добро для живых существ. Он любит их всех. Он знает все обстоятельства. И Он знает, в чем их истинное благо. И Он для того, чтобы это истинное благо, дать им, Он делает все необходимое, чтобы они были полностью счастливыми. Поэтому только одна личность может действительно делать добро всем. Все остальные, они что-то чуть-чуть знают, чуть-чуть любят, и вообще не знают, что такое добро. И при этом они говорят, о, я знаю лучше, как нужно этот мир делать, как нужно здесь все устроить. глупость. Но еще одна личность знает, как принести всем добро. Это чистый преданный. Почему чистый преданный? Чистый преданный, конечно же, он, по милости Кришны, он обладает к каким-то способностям. Кришна дает ему. Но никто с Кришной не сравнится. Шила Праупада комментируя в Бхагавадгите стихи, где сравнивают, ну, что Арджуна забывал, да? Ты не помнишь, я помню. Четвертая глава это. Эти стихи приводятся. И Шила Праупада говорит, вот видите, даже чистый преданный Арджуна, но он забывает. Правильно же, да? Четвертая глава. Он забывает, а Кришна, Кришна не забывает. В этом разница. То есть Кришна независим, а преданный все равно всегда зависим. И смотрите, в чем интересно для чистого преданного, может быть, чистый преданный не знает, как Параматма все обо всем. Нет, не обязательно такое. Может быть, как Ямарадж, допустим, он знает все обо всем, Параматма ему все рассказывает, чтобы он правильно судил. Но Гуру может не знать все обо всем. Ну, классика тоже всегда. Вот Гуру Махарадж, ну, вы же как Параматма должны все знать. Почему же вас обманули эти негодяи? Почему вы не знали, что вот, ну, иногда думают, что Гуру должен быть экстрасенсом, и он должен знать, какая майя происходит в моем сердце? Как Кришна ему подскажет? Он ему дает знания, необходимые для того, чтобы он выполнял свое служение. Поэтому чистый преданный имеет доверие Кришне, и он просто выполняет ту роль. То есть, вы представляете, большая организация. И есть главный директор этой организации, он знает все обо всем, и он знает, куда надо все это двигать. Есть маленький работник в этой организации. У него нет способностей стратегического видения, планирования. Поэтому он не знает этого всего. Но что он точно знает? Он знает, что надо слушаться старшего. Поэтому он говорит, я предаюсь тебе. Он говорит, вот занимайся вот это вот, вот здесь вот, вот это вот-вот, тебе нужно делать. И вот это будет твой вклад в спасение всего человечества. Понимаешь? То есть, я за человечество переживаю, ты не беспокойся, все под моим контролем, Кришна говорит, я контролирую все это. Поэтому, хочешь помочь человечеству, я тебе дам служение, делай его, и тогда ты будешь всем помогать. Ну как? А я же не знаю то, это. Не важно, не важно. Знаете, когда большой организации, ну вот у нас есть преданный, кто знает, куда весь ашем идет, вот. А я, допустим, не знаю, но мне говорят, вот делай вот это, я знаю, что это будет полезно для этого большого плана. И вот чистый преданный, начинающий чистый преданный, так скажем, Мадхима Бхакта, он еще, может быть, не чувствует, он не подключен к этому Wi-Fi, по которым распространяется воля Кришны, он пока не чувствует этого. Но у него есть гуру, саду и шастры. И он четко по этому каналу, гуру, саду и шастры, очень четко понимает, чем ему надо заниматься. Тогда, как такой преданный, как Нара Дамуни, который подключен к Wi-Fi, он спонтанно просто знает, спонтанно, что надо сейчас сказать. И вот он пришел к Камси и сказал, знаешь, надо их всех убивать, потому что это твои враги, понимаешь? И Камси все понял, он только ждал сигналы, он прям чувствовал, что надо это делать, но тут подтверждение саду пришло. Ловили, да? И иногда, когда цитируют вот эти стихи, когда говорится о совершенном ученике, там сколько, 3-4 вида учеников, сыновей вернее, да, 4 вида сыновей, и там говорится, что совершенный сын это тот, кто знает до того, как отец попросит его о чем-то, он уже знает, что он об этом попросит и делает до того, как попросили. И вот иногда, не то, что им, а часто очень, человек сразу же хочет быть на таком уровне. О, да, мне нужно стать таким учеником, который знает до того, как ему гуру сказал, что нужно сейчас сделать. Но это глупость, потому что сначала человеку нужно стать тем, кто делает то, что его попросили. И когда он делает то, что его попросили, то постепенно, проникаясь в это настроение, служение, Кришна даст ему такую способность, что он будет предугадывать то, что хотят его старшие. Если человек имитирует это, то будет, как обычно, попросили купить слив, человек купил дыни. Он думал, что так будет лучше. Он предчувствовал, что вам, наверное, захочется дыни. Но вот это не угадал. Не на том уровне находишься. Вот. Итак, здесь Нарада Муни чистый преданный, который подключен к этому каналу. Вся его жизнь показывает это, что он подключен к этому каналу чистой преданности Кришне. И Кришна, он знает все обо всем, он любит всех, он знает, что такое высшее благо. Поэтому Нарада Муни принял такое решение, принял такое решение, которое будет благом для Камсы, для Васудевы и Девыки, для всех живых существ, для нас с вами, для всех, для всех, кто во все времена будет рождаться на этой планете, в этом материальном мире. Он принял такое гениальное решение, то есть, Нарада Муни сейчас принимает по милости Кришны, гениальное решение, которое всех приближает к тому, чтобы получить высшее благо. Это по поводу Нарада Муни и вторая, вторая часть, вторая часть нашего размышления, медитации на эти стихи, это то, что, ну, действительно, такое начало очень мрачное для Кришна Лилы, очень мрачное начало, и оно мрачное из-за того, что здесь очень возвышенные вайшнавы, серьезные преданные, серьезные преданные, искренние преданные попадают в такую жесткую ситуацию. И в комментарии Шилы Прабхупады говорит, тот, кто знает явление рождения Кришны, тот, кто действительно это знает, воистину знает, такой человек никогда больше не родится в этом мире. И вот, действительно, очень странная эта любовь Кришны к своим чистым преданным, очень странная, но как-то не по-людски. Потому что по-людски, по-людски, вот если Аравинда Прабхупа мне нравится, вот он мне нравится, ну, то он мне действительно нравится. И вот, если он мне нравится, то, что я, конечно, для него сделаю? Мороженое ему дам. У нас самое лучшее мороженое во всем Ашине. Он не ест сладкого, но такое мороженое, оно как бы всем и трезвенникам, и язвенникам, оно всем подходит. И вот я, конечно же, хочу ему дать мороженое, и вот я ему приношу это мороженое с карамелью, вот с этой вот соленой, с орехами, вафельный стаканчик, ну, наш, вайшнавский, предложенный Кришне, не какой-то там магазинный, непонятно из чего. Правильно? Вот я как-то вот хочу, и вот я даже узнал, что он сахара не ест, я без сахара ему мороженое сделал, там, с каким-нибудь, ну, полезным сахаром. Вот я ему приношу, и он говорит, о, Вацава Прабу, спасибо, вы так ко мне хорошо относитесь. я говорю, да, вот тебе еще мороженое, вот ящик тебе мороженое. Вот это я понимаю, любовь, понимаете? Вот это любовь. И вот, когда я, ну, как сказать, меня вербовали в эту секцию, то мне сказали, что, дорогой, Кришна тебя любит. Я вот так это и воспринимал, что любовь Кришны, это вот, когда мороженое, вот, со всех вот углов торчит это мороженое, и в любом количестве. Я думаю, что вы думали точно так же. Все. Потому что у нас есть опыт мирской любви. Любовь означает, что мои желания должны выполняться. Но здесь говорится, что это тайна. Тот, кто поймет любовь Кришны, почему он делает так или вот так, он больше не родится. Он в духовный мир вернется, он влюбится в Кришну. И вот действительно очень странная любовь. Вот не человеческая это любовь. Об этом еще на гопе, когда Кришна, после того, как он покинул их, они стали его там как-то искать. Искали, искали, искали. Кришна появляется, они его обвиняют и говорят, какой же ты, какому типу любящих ты относишься. Помните вот этот момент? И Кришна сказал, что не к мирским любящим, не к мирским, ни к первому, ни ко второму, ни к третьему категорию любящих я не отношусь. Четвертая категория, нематериальная, трансцендентная любовь у Кришны. И в чем особенность трансцендентной любви Кришны? То, что он делает с преданными то, что может быть не всегда приятно их чувствам, материальным чувствам, не всегда приятно их материальным чувствам, но то, что дает им возможность прийти к этому высшему благу. Высшее благо это чистая преданность. Вот об этом Кришне. И он говорит, там говорится, что преданному Кришне очень больно смотреть. Он действительно чувствует же все это. Когда преданному больно, ну, то есть, вот ему с телом что-то не так, с умом что-то не так. Кришна чувствует, что преданному больно. Потом этот предан начинает на санскрите ругаться, что куда же ты, почему? И Кришне тоже это больно. То есть, ему больно от того, что преданному больно. Ему больно от того, что преданный ругается на Кришну. И он хочет сказать, да нет, я здесь, все нормально. Но он сдерживается, он сдерживается. И он, хотя его ругают, он хочет сказать, ты зря меня ругаешь, я же здесь. Вот кустал здесь жду просто. Нет, он сдерживается, он не прыгает туда. Вот это все он терпит. Ради чего? Ради того, чтобы преданный перешел на следующий этап своих отношений с Кришной. Вот это любовь. Никакой корысти. Нормальный бы материалистичный человек, кто-то ругает, да все, не ругайся, вот тебе мороженое, не переживай. Лишь бы не орал. Но это не любовь. Это вот просто, чтобы вот шанти было, шанти. А тут уловили, да? И поэтому очень трудно материальным умом понять. Это страшно становится. То есть, вот ты станешь кришнаитом и начнется. Вы посмотрите, мама с папой кришны, он еще не родился, а у них уже началось. И вот это читай, я должен еще и влюбиться в Кришну из-за этого. То есть, и это же не только вот с Кришной такое происходит. Какое бы проявление Кришны вы не взяли, перед тем, как Кришна является, вначале идет жесть. Бхагавадгита. Бхагавадгита – это сам Кришна. Как Кришна появился на поле битвы к Рукшетре в форме Бхагавадгиты? Арджуна попал в Вишаду. Очень сильно страдал. Добросердечный, мягкий Арджуна. Видит вот это вот все перед своими глазами, все свои родственников, привязанности, все это вокруг него. И вот думал, что Говинда должен ему помогать, Мадова, Говинда, все же хорошо должно быть. И тут так неприятно. Шимадбхагава там, посмотрите, Махарадж Парикшет, хороший человек, никогда не делал аморальных поступков. И тут совершает какую-то глупость. Приходят страдания. Сначала он его совесть мучает. Он говорит, пусть эти страдания прямо сейчас на меня упадут, чтобы ни на кого больше из моих родственников это не коснулось. Потом его проклинают. И он не сопротивляется этому. А потом появляется Шимадбхагава там. Нара-дамуни вчера мы вспоминали. То есть мальчик, хороший мальчик, искренне медитировал. На одно мгновение Господь появился и потом сказал, я больше никогда не приду. Но нам-то, конечно, может быть не так, это больно. Ну не придет, насколько жизнь уже не видна была. Ну еще не придет. Но для того, кто его один раз увидел, то уже все, это сумасшествие начинается, когда его нет. Когда Бали Махарадж, помните, Бали Махарадж, ну все сделал, Вишну пришел, он попытался сделать все, как он попросил. Он даже сделал, как он попросил. Он догадался, куда третий шаг нужно поставить. И что сделали с ним? И что сделали с ним? Его связали, опозорили перед всеми его этими подданными, перед женой, перед людьми, которые его боготворили. Он потерял все вообще, все потерял. Зато потом, ну, стал у него, Кришна, Господь Вишну, стал его привратником. И Нарисим Хадеф, Прахада Махарадж, ну он-то в чем виноват, я вообще не могу понять. Он с рождения чистый, преданный. Все хорошо ведь. Все хорошо. Постоянно в Самадхе находился, постоянно Господа видел повсюду, и его трансцендентные, как Кришна, читал, да, эти проявления трансцендентного экстаза. Ну зачем его было так мучить? И это можно продолжать. Продолжать, ну, Хирань Якша, братец Хирань Якашипу, тоже своим Буваману хотел заниматься служением. Ну, ему папа сказал, занимайтесь, ну, они родились сразу же, да, своим Буваману, сразу с женой, они, Шатарупа родились. И они, как бы, хотели уже заняться служением, быть императорами, там, производить детей, а негде заниматься служением. Место, где они должны были заниматься служением, ушло под воду. Планеты, нет планеты, они, Господь, что делать, предны в критической ситуации. Да, представьте, что у вас отберут служение. Вот чем вы будете заниматься? Иногда, вот глядя на график, вернее, на тех, кто смотрит на график, возникает, ну, так бы, по лицам видно, что читается, что ж так много-то преданные. Я вас уверяю, что очень-очень много преданных мечтают о том, чтобы хоть чем-то заняли, хоть чем-то заняли, чтобы не придумывать себе, о чем мне заняться. Это удача, что наши служения принимают, и кому-то это надо. И своему, Богу ваману, он остался без служения. Как он будет развиваться, как будет свое сознание Кришны развивать? И появляется Варахадев и дает ему возможность для служения. И мы можем до бесконечности это все исследовать, и вы видите, что перед тем, как появляется, как солнце встает, перед тем, перед восходом, всегда самое темное время суток. Самый мрак перед восходом. И почему так? Конечно же, для таких преданных, как Васудевы, Деваки, для них не нужно никаких испытаний для того, чтобы прогрессировать еще больше в сознании Кришны. Но для тех, кто занимается садханой, в их случае они просто показывают пример того, как нужно преданному реагировать на трудные ситуации. Они показывают пример. Для нас, для кого трудные ситуации являются способом прогресса. Что такое трудная ситуация? Что значит страдание? Что значит страдание? Страдание, сейчас послушайте внимательно, страдание это когда происходит не так, как мы хотим. Я хочу, чтобы у меня здесь не жужжало в животе. Я хочу, чтобы у меня эта болезнь прошла. Есть такое желание? Я хочу, чтобы у меня не болела нога. Я хочу, чтобы ум был мой спокоен. Я хочу, чтобы было тепло в комнате. Я хочу, чтобы люди меня уважали. Я хочу, и вот это бесконечно я хочу то, я хочу это. Это наши планы. Это наши планы. И тут план Кришны. и он не сходится с нашим планом. Нога болит, болезнь не проходит, в животе не переваривается, хочется спать. Я не хочу спать, а хочется спать. Это называется страдание. Или я хочу спать, не могу спать. Это страдание. я хочу, меня слушали. А люди меня не слушают. Это страдание. Три вида страданий. Три вида, когда не стыкуется то, что я хочу, с тем, что происходит снаружи. И это очень больно. И вот когда приходит вот такое страдание, в этот момент у человека стоит выбор. Принимает ли он волю Кришны и план Кришны или он настаивает на своем плане. Вот это выбор. Потому что мы сейчас, кто-то из Насты сейчас считает себя преданным Кришны уже. То есть я живу так, как хочет Кришна. Но это может быть иллюзией. И вот случаются ситуации, которая проявляет, что оказывается вот это я готов делать, а вот это уже я не могу принять. Ну ладно, джабу почитать с утра быстро я могу. надо мной смеются, вот это я не могу, вот это мне очень больно. Улавливаете, да? Поэтому для того, чтобы человеку перейти на следующий этап преданности, ему нужно, и вот эти трудные ситуации, они дают ему возможность отказаться от своего плана, который он раньше не знал, а тут он увидел, а у меня еще такие оказываются ожидания, и сказать я отказываюсь от этого ради Кришны. С Бали Махараджи, да? То есть его поставили в такие ситуации, опозорили, завязали этими веревками, все над ним смеются и все остальное, а что он делает? Он говорит, я все равно буду служить Кришне, я все равно буду продолжать это делать. И вот сказать, я все равно буду служить Кришне, когда ваши планы не сходятся, вот это прогресс, вот это прогресс. И мы видим Камса, интересный момент такой, что Камса, как материалист, он все время хотел, чтобы все было под его контролем. И он хотел все контролировать. В этом демонизм, он хотел все контролировать. Если что-то из его контроля, если что-то из-под его контроля выходит, он готов был убивать детей, младенцев, геноцид устроил просто, он устроил геноцид. Почему? Чтобы держать все под контролем. А посмотрите новосудевы и деваки. Совсем другая концепция. Все не по плану происходит и они смиренно принимают волю Кришны. Но раз вот так надо служить Кришне, хорошо, будем служить Кришне в тюрьме. Будем служить Кришне в этих условиях. Принципиально разница. И результат разный. У них родился Кришна, у Камсы Кришна не родился. Он стал пленником. что тоже неплохо, но это не про это. Уловили разницу. И я ну шастры надо процитировать значит 10 88 8 Верховный Господь сказал у того кому я особенно был склонен ану граха я постепенно забираю все богатства. Зачем он забирает все богатства? Потому что богатства помогают человеку жить по его планам. Деньги есть можно только такую комнату такую купить вот это съесть вот это вот ну то есть я могу у меня много планов я могу контролировать и про богатство это и деньги и какие-то способности еще что-то такое которое позволяет нам чувствовать себя контролирующими. Говорит я забираю у них это все. Тогда все родные друзья этого бедняка отворачиваются от него потому что оказывается родные и друзья они привлекаются не самим человеком ну так скажем не душой в этом человеке они привлекаются тем что у этого человека можно получить страшная вещь вот недавно мне задали вопрос когда вебинар проводил одна женщина попала в какую-то катастрофу что-то с ней случилось и она потеряла здоровье ну то есть вот любящая там мать жена еще вот как-то вот вокруг нее все хорошо все было насколько это возможно тут она теряет вот эти свои она становится обузой и спрашивает задает вопрос а вот я смотрю они меня успокаивают да но со мной общаться уже не хотят вот что делать вот что делать то как быть я ответил знаете но мы все такие и вы такая же мы все такие поэтому вот кто нас любит не важно где мы что мы вот это только одна личность это бог и она говорит как как это воспринимать как воспринимать вот то что со мной случилось что бог мне хочет сказать он хочет просто сказать что ну не надо быть в иллюзии по поводу того что здесь есть бескорыстное отношение в той или иной степени все равно какие-то какая-то корысть присутствует это не то что мы сейчас ругаем всех людей хотим сказать что все но все это отношение можно сделать через кришну тогда они будут бескорыстными вот поэтому когда у человека забирают его упадхи его богатство и все остальное он вдруг обнаруживает что нет здесь настоящих отношений его друзья его родные отворачиваются от него но он на этом не теряет энтузиазм и какое-то время следующий стих говорит когда он разочаровывается в своем стремлении заработать деньги то есть первое время он думает ну надо просто заработать деньги у него отобрали все он говорит нет нет надо лечиться нет нет надо работать надо как бы давайте давайте ты все можешь ему такие речевки американские дает он говорит да 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 я сейчас все поднимусь я давайте раз раз все делает а ничего не получается и в какой-то момент он машет рукой на это говорит все что-то не идет и вместо этого и вместо этого он начинает водить дружбу с моими преданными а почему он начинает водить дружбу почему преданные вдруг начинают с ним дружить как вы думаете преданные нет потому что преданные они привлекаются людьми не из-за их денег я говорю про настоящий предмет они привлекаются не деньгами человека не деньгами они привлекают они видят это родненькие слуга Кришны беглый правда но слуга Кришны поэтому все от этого бедняка отворачиваются а Кришны не отворачиваются они не отворачиваются теперь этот человек готов услышать он понимает он разочаровывается во всем этом мире во всем этом этих отношениях говорит что делать то и они к нему дружелюбны они говорят мы тебя познакомим с тем кто тебя никогда не кинет и вот в этот момент я проливаю на него свою особую милость когда Кришна говорит я особую милость когда привожу к нему преданных которые научат его чистому бхакти поэтому смотрите получается что вот эти два стиха не к преданным относятся это про преданных то есть когда у преданного начинающего вдруг начинает все выпадать из рук не так как хотелось бы ему все начинает происходить это милость Кришны и это надо еще уговорить Кришну чтобы он такое сделал сейчас мой один друг он по моему совету практика такая есть когда я еду в Тхаму я всегда и так всегда молюсь у меня каждое утро есть молитва свои актуальные молитвы но когда в Тхаму то нужно заранее написать иначе бывает так что заходит в какой-то храм надо помолиться и он такой Кришна я молюсь молодец вот здесь надо про это попросить он такой про это и на самом деле он там же быстро заходишь выходишь ты даже не можешь сообразить о чем просить вообще и вот лайфхак такой что надо на бумажке заранее написать что для меня важно и в каждом храме просить то что вы написали вот преданный напросился у него сейчас очень сильно меняется жизнь вот слава богу он воспринимает что это но это это он был человек и и и он что мы ответственность я думал что может быть мне кришна даст какие-то мощь какую-то чтоб я узнаете как-то вот как наполеон стал смотреть на всех ну вот сюда туда там шахте у меня такой вот это может вот так и не знаю как я просто стал молиться кришне стал молиться кришне я говорю я хочу послужить чистому вайчнаву в его планах и потерял голос на три года но моя болезнь это было лучшее что я мог сделать для того чтобы план господи махараджи здесь осуществил это было лучше вот лучше придумать была моя роль вот не могла быть лучше чем и вот этого предного тоже какие-то такие вещи происходят я со своей как бы с опытом уже что сухой кончится хорошо как ты ему проповедую вот поэтому еще раз трудность это когда уменьшается на когда мы наши планы не исполняются это трудно всегда становится и теперь у нас становится выбор у нас появляется выбор за что я я я придаю я говорю хорошо я не держусь за свои планы я принимаю план кришны и в чем план кришны план кришны это наставление духовного учителя есть духовный учитель просит на что-то делать я прочитаю вам сейчас из книги хариша ури праву его дневник как раз шила праупада об этом говорит праупада сказал нам что индия для того чтобы поступить в индии для того чтобы поступить на государственную службу необходимо выдержать строгое испытание прежде чем вас допустят на ответственный пост подобно этому сказал шила праупада чтобы быть признанным кришной как он сам говорит на на тасмат манишу мани непонятно как как тасман мануш ешу необходимо пройти проверку суровые испытания мы видим это на примерах из жизни великих преданных на радамуне прежде чем стать на радамуне должен был пройти через суровые испытания проверку в этой человеческой форме жизни у нас есть шанс пройти через испытания пройти проверку но многие проживают эту человеческую жизнь следуя обычным животным находности их не учили как проходить проверку и быть признанным богом праупада стал цитировать стих тапаса брамачарина и шестой песни шимад бхагавата и там говорится что чтобы пройти испытание человек должен вести строгую аскетичную жизнь начало это опасия говорит шила праупада аскеза брамачари целибат шамена домена контроль чувств контроль ума тья гена посредством отречения сатья шауча бьям следую следуя правдимости чистоте но все эти вещи внимание то есть обычно нужно вот это все проходить но все эти вещи могут быть выполнены одним махом кевалая бхактия если заниматься преданным служением васудева парайнах человек одним махом обретает бхакти преданность васудеве точно также с восходом солнца сразу же рассеивается туман адам агам 2 анти карстена в кали-югу 1 бхакти вполне достаточно чтобы стать достойным кандидатом на сдачу этого экзамена и отрия реши беспокоя обеспокоился сейчас я вторая часть должна быть обязательно потому что сейчас страшно чтобы с кришнеитами всех будут вот так вот и я хочу вторую часть но я успею отрия реши испугавшись что сейчас всех нас будут проверять задал вопрос а правда ли что кришна проверяет нас каждый день каждый день проверять чтобы группа да нет точно так же как если вы хотите занять ответственный пост сказал ему право упада тогда возникает вопрос о проверке но если вы хотите стать бродягой то проверок не будет оставайтесь бродягой зачем для этого устраивать проверку нет нет отрия реши беспокоиться я говорю про преданных непреданными понятно то есть еще хочет стать преданным его устраивают проверку чтобы она следующий этап мог достичь говорит я я есть и и вот если человек не хочет быть преданным вы проверять не будут и он говорит нет я про преданных которые уже хотят а для преданных для них существует испытание нет ями отри а 3 риши говорит нет я имею ввиду преданных для них существует испытание мы видим что из жизни что жизни в прохлада махараджич какие суровые испытания он проходил и чем более возвышенный преданных тем суровые испытания отрия реши похоже боится чтобы пропаду успокоил его внимание сейчас успокаивающего группа нет после того как вы прошли проверку больше не будет испытаний успокаивающего группы но прежде чем занять положение признанного кришна и преданного кришна испытывает очень строго через это необходимо пройти потому что в духовном мире то вот то уже не испытание смотрите испытание когда человек у него есть анардхи и она в главной анардхи все должно быть так как я хочу вот это анардха и от этого надо избавляться поэтому когда с трудности для садаков происходит для того чтобы они избавлялись от этих вещей каждый раз горели все равно буду служить кришне но когда он становится чистым преданным духовный мир там уже нет таких испытаний что испытывать нечего он чист уже там уже раса просто там просто для того что встреча разлука чтобы вот эта эмоция просто она фонтанировала вот только для этого но для садиков обязательно испытание потому что он думает что он преданный он не преданный а вот это от этого плана отказываешься он говорит да от этого и от этого от этого и от этого но молодец и кришна обнимает его они в духовный мир там ну как-то все более научно конечно я утрирую теперь в этом же комментарии в этом же рассказе шила праупада говорит могут быть суровые испытания но мы должны сохранять решимость это необходимо может быть столько препятствий наказание все вы должны все равно вы должны это делать эта проверка не то что при возникновении малейшей трудности мы все бросаем мы должны продолжать это решимость прохождение проверки означает выполнение указаний духовного учителя да такова духовная жизнь нужно получить указанию от духовного учителя и выполнять его несмотря ни на какие препятствия вот что нужно делать то есть дает нам наставление духовный учитель и приходят трудности духовный учитель говорит план вот такой план на тебя слышь для тебя план вот такой ты понял понял и вот если мы вот к делаем план только который сказал гуру то есть кришна в этот момент мы преданны мы преданны потом приходят обстоятельства которые затрудняет нам делать то что сказал а в таких условиях тюрьме ты готов служить вот этот момент если человек говорит да я готов и это и вот это то он прогрессирует вот об этом здесь идет речь и теперь все напугались я надеюсь все напугались что лучше преданным не становиться поэтому вторая часть обязательно должна быть ладно 3 не будет про преданных другой раз но вторая часть теперь человек думает лучше с кришной вообще не связываться потому что свяжешься с ним и начнутся проверки а вот я останусь в мае и никаких проверок не будет я буду жить всегда так как я хочу никто не меня не будет прессовать буду жить бродягой никто трогать меня не будет хорошие хороший вариант хорошие версия как сказать вот развитие событий преданной скажите кто пришел из вас в харе кришна от того что у вас все было в жизни на мази вы жили где-то там в теплых странах катались на яхте вам забрасывали в рот виноградины вы купались я не знаю в нектаре каком-то в шампанском вокруг были красивые женщины везде вот вас любили денег было знаете некуда было девать они вываливались из всех полок вот куда бы не открывать вываливаются деньги и тут вот так вот жили тут подумали а может харе кришна еще мне вот кто был в таком положении я думаю что вот тот то здесь никто просто мы просто страдали как собаки и было плохо и мы искали выход это сказали кришна поэтому видите там страдают еще больше еще больше и кем бы мы там не были даже тот кто вот так вот утопает роскоши на самом деле даже хирани кашипу страдал почему он и выпивал то постоянно там пока в этом говорится он был пьян все время всегда про упада красивый пример приводит когда тигр лев выходит на охоту он голодный не журчит там все вот как у вас тоже сейчас перед завтраком хочется поесть а он уже не ел неделю неделю не ел уже ничего он ходит значит такой вот и маленькая птичка летит над ним и кричит лев идет текайте текайте и лев смотрит на нее вот если бы он мог бы быть найти йогом мистическим чтобы глазами его стрелять просто оба и застрелив он просто одним одной лапой и одним зубом бы ее просто расстрелял да но ничего не может сделать она летит над ним и кричит текайте лев идет и он ненавидит ее она ничего сделать не может и точно так же у людей даже если супер богатые известные еще кто то есть маленькая птичка которая портит тебе жизнь просто поэтому все вот эти описания в 5 песни про адские планеты и про все остальное да как люди страдают это же не про преданных это не про преданных это что преданные страдают они преданные не страдают и я еще ну про особую милость я два стиха знаю про особую милость вот первый стих мы прочитали это когда 10 88 8 а второй подобный стих эта история про бали махараджу и господь говорит браман ям а ну грех нами опять а ну грех нами то 2 шо ведут хом яхам ян мадах пур ушел стомбо локам мам чава монеты верховный господь сказал дорогой брама из-за материального богатства глупый человек тупеет и становится безумным он перестает уважать кого бы то ни было в трех мирах и отказывается признавать даже мою власть чтобы оказать такому человеку особую милость я первым делом отбираю него все это 8 22 24 и вот если там шла речь о преданных 10 88 8 это шла речь о преданных то вот этот стих хотя он и направлен на бали махараджу но это не а не о преданных речь просто господь брама переживающий за бали махараджа он ступился за бали махараджа он стал проповедовать господу вам она дэву он говорит мы подождите но в багабадгите говорится если человек с любовью приложит листок цветок плод немного воды человек тебе все отдал общее то что листок он тебе все отдал он выполнил все на наставления твои почему ты так с ним поступаешь даже у брахма у нашего ачарь основательно сам прадая возникла ну в сомнение также нельзя с людьми люди смотрят что они подумают и господь в ответ произносит несколько стихов один из них вот этот это стих говорит что я просто хочу показать что если человек даже такой успех материалист если материалист такой же успешный как бали махарадж все равно у него все заберу у него все заберу потому что он теряет теряет вот этот вот уважение и притом он про себя говорит вторую очередь он говорит первое он перестает уважать людей даже меня вот так он говорит и моя милость ко всем материалистам ко всем вот таким потерявшим нюх людям что я буду забирать у них них богатство поэтому забирать будут по-любому в кармической жизни будут забирать это милость бога она гроха ну а начать ну зверей превращаются и у преданных которые стремятся к чистому бахте будут забирать для того чтобы они быстрее и как бы действительно могли продвигаться в это шила правопада приводит пример с мышью не с крысой и котенка и вот кошка несет котенка и несет крысу своей пасти в зубах но ощущение у них разные и вот это вот кошка которая берет котенка котенок чувствует прибежище он понимает меня несут в нужное место нужное место где будет хорошо да может как там как-то вот не комфортно сейчас что-то за шкирку взяли у меня был план свой там поесть сметаны а тут меня раз кто-то взял за шкирку и как бы от сметаны оттаскивает но там будет лучше наверное там будет лучше да мама и папа вместе и вот он его так вот такие ощущения при этом отбирают значит ну значит надо еще и все равно буду служить лично тогда как крыса чувствует что я несут не в то место где будет еще лучше будут еще хуже это только начало поэтому у нас выбор кем мы хотим быть котенком или крысой вот но нести будут по-любому будет не все равно не так как мы хотим ну что мы не боги вот поэтому давайте предаваться кришне так безопаснее страдать все равно меньше еще и это пользу приносит и на самом деле мы еще потом будем благодарны я очень благодарен за те страдания которые неудобства которые мне пришлось вследствие своих молитв как бы получить потому что если бы не это вот я может и не был бы предан вообще а про оскорбление при но у меня такая маленькая вещь нельзя сказать да давайте я скажу просто она такая классная вчера она пришли пробу цитировал нам стих из 10 446 о том что человек которая с как маха 2 кромат оскорбление совершает такой человек теряет здоровье в продолжительной жизни заслуги всякие вот это вот все происходит и напугал конкретно я прям даже так стал думал господи надо быть аккуратным надо быть аккуратным я вспомнил истории не только священных писаний жизни из других вайшнавов я вспомнил пуджаре который не мог есть просад то есть он даже приходил храм он приходил пуджаре много-много лет он пуджарю нашим божествам и из-за оскорблений он сам не рассказывал просто из-за оскорблений он приходил храм до так как вот не слов храм все-таки как бы пытался у него началась к этой бескусице приходил храм и он не мог есть просад он ну как физически он откусывал что-то его сразу вырывал это вырывало тошнило его ты и продолжалось несколько лет продолжалось пока нет пока это реакция не закончилась то есть ну прям реально человек сомнение у него вера теряется плохо я думал о как надо быть надо быть аккуратным и опасность у прокрыта бакты что он вообще не соображает он ну как бы может какие-то грубые вещи прям делать а математ хикари ему надо делить но у может ошибиться и сделать что то не так и смотрите преданные оскорбление не на пустом месте возникает конечно можно там нечаянно как-то наступить на кого-то еще что-то но обычно оскорбление возникает не что его сижу это красота оскорблять она возникает когда мы вступаем взаимодействие с другими людьми и эти другие люди наступают нам на наше кружевное ложное эго видели кружева такие тюль видели тюль это раз и зацепил зацепилась и подтянулась она такой кружева у нас вокруг мы даже их не видим но они так есть и вот пока их не трогают да то мы будем кого-то оскорблять много а трогать можно даже просто человек прошел эти вот и вот он сияет и уже что-то там зацепил и он пошел и зацепил просто это тюль и подтянулась и душа а если не дай бог еще что-то такое и вот когда люди начинают жить вместе вашими вашими брамачаря ашими греха с нашими топ то вот эти наши анардхи вот если бы не было анардх если бы не было кружевного эго то нас топтали бы вы показали милость бога спасибо вам люди спасибо и это не было бы искусственно потому что 3 стихших шашники невозможно обидеть человек невозможно просто ну как его обидеть он не обижать не обижается непотопляемый просто но и это нет мы то думаем что это ну праведный там гнев какой да нет это просто за деле наше ложное эго это факт это факт чистый преданный даже когда они ругаются они не оскорбляют что нет ненависти у них нет обид никаких у них нет гнева у него просто вот любую богу и он если даже гневается как шила правопада внешне это чисто воспитательных целей но у тех кто не достиг этого чистоты то это просто за деле нашего тхинукасуру много желаний этих вот этот тхинукасура проламбасура все эти вот весь этот зоопарк и просто мышц росли с ними мы думаем там и этот раз кого-то задевают вот там что-то произошло и сразу возникает неприятные эмоции это неприятные эмоции ждет просто жаждет выхода выход нужно дать и теперь смотрите напугал на сананта шиправу и что не надо вообще не надо вот этого делать я напугался я думаю не надо это делать но смотрите какая проблема вот это то что я хотел добавить проблема такая а мне же больно у меня же эмоция я же в гневе потому что люди вот так поступили я даже понимаю что не наступили на хвост ну моему демону но я испытываю эту эмоцию и я но так как я чистый преданный ну я же чистый преданный то как бы я не должен таких ему у меня таких эмоций нет просто я просто отвлекаюсь от этой эмоции но становится еще хуже потому что эта эмоция она погружается туда внутрь она скрывается и глянет нет таких эмоций у меня нет у меня нет такого но она есть и что начинает делать человека а начинает разрушать его здоровье она разрушает его психику он такой даже почему мы не можем некоторые из нас не могут прямо сидеть почему а эмоции они же потом на теле отражаются у нас болячки определенные появляются у нас какие-то комплексы начинают развиваться почему потому что вот эти эмоции что делать и рассказать ему что ли все что о нем думаю не мне лицемерить тоже неправильно аппарат ха будет чё же не делать то тогда я вам прочитаю преданный из бакте ратнакары на рахаре 40 пишет на чекровать на рахаре чекровать и пишет однажды во вриндаване когда рупа госвами задумался счастливом настроении он увидел радхарани которую одевали и саки в это время кришна подглядывал спрятавшись позади радхарани хотя радхарани подозревала о присутствии кришны саки знали и очень хотели рассказать и этот факт после того как они закончили очень мило украшать волосы радхарани они установили перед ней зеркало и когда сша мать радхарани взглянула на свою красоту она также увидела в зеркале луноподобное лицо кришны радхарани почувствовала смущение и немного сбитая с толку немедленно прикрылась своей одеждой все саки начали смеяться и рупа госвами тоже присоединился к их смеху в это время один вайшнав прибыл туда с огромным желанием увидеть рупу госвами вид смеха рупа госвами разбил сердце вайшнава ничего не сказав смотрите ничего не сказав он отправился увидеть сонат а нугаском этот в resonates сказал сонат они гос вами когда я пришел на месте труб угоц вами не так что когда я пришел крупе гос вами не так нет тот эмоций не написанным ну как бы я это подразумеваю когда я пришел на месте Рупу Госвами, он начал смеяться при виде меня. Разочаровавшись в уме, я ничего не сказал и пришел расспросить тебя. Санатана Госвами объяснил Вайшнаву причину, предшествующую смеху Рупы Госвами, и выслушав объяснение, Вайшнав почувствовал раскаяние. Он причитал, почему я пришел в это время? Не зная мысли Рупы Госвами, я оскорбил его, подумав о нем плохо, что он смеется надо мной. Этот Вайшнав расстроился, думая таким образом, Санатана Госвами его успокоил. Между тем, Рупа Госвами, который был погружен в эти игры, внезапно потерял свое ощущение экстаза. Очень расстроенный Рупа Госвами посмотрел вокруг, догадываясь, что кто-то приходил сюда. Я совершил оскорбление, не оказав кому-то должное почтение. Думаю, таким образом он пошел навестить Санатану Госвами. Увидев приближающуюся Рупу Госвами, тот Вайшнав, тот Вайшнав, мне вот эта история, где там пир, вот это вот все не нравится. Это тот Вайшнав вышел вперед, чтобы приветствовать его и предложил свои поклоны, упав на землю. В великом смирении он сказал Рупе Госвами, я совершил оскорбление, поэтому, пожалуйста, прости меня. Только что я пришел навестить тебя, и от непонимания твоих действий во мне на ум пришли некоторые сомнения. Поэтому я пришел сюда, к Санатане Госвами, который милостиво освободил меня от сомнений. Теперь, если ты любезно скажешь мне, окажешь мне свою милость, тогда успокой мой ум, тогда мой ум успокоится. Услышав эти слова Рупа Госвами, почувствовал охватившую его печаль и с распростертыми руками упал на землю, предлагая поклоны. Я не могу описать, насколько сильно я оскорбил тебя, говорит Рупа Госвами. Пожалуйста, прости меня. Таким образом, в смирении и преданности они простили друг друга и так успокоились. Вернувшись к Санатане, они погрузились в тему о Кришне и на долгое время. Когда же все услышали об этом случае с Рупой Госвами, они были изумлены. И что я хочу подчеркнуть здесь. Первый момент, что если вдруг вы чувствуете, что какие-то старшие делают что-то не так, вам кажется или еще что, неважно. Если вы чувствуете эмоции, боль от того, что преданные как-то не так себя ведут, не надо имитировать Махабхагаву. Вот не надо это делать. Это еще хуже станет. Человек теряет веру. Я сейчас не буду, у меня страшные истории, как люди теряют веру в духовного учителя просто из-за того, что он что-то там не так процитировал, или что-то там еще произошло. Он никому об этом не говорит. А потом это приводит к тому, что он просто разочаровывается в гуру, не разобравшись. Поэтому, если такое вдруг в ваших сердцах происходит, не надо это скрывать. Идите вот Кеша в Икришне проводит. Вот. И спросите смиренно, смиренно спросите, да, не с вызовом. Эти все негодяи, притворщики, каличелы, посмотрите, их надо все гнать, они демоны. Надо просто сказать о своих сомнениях. Он вам все расскажет. Он расскажет, почему это так, что там все нормально. Он просто медитирует на Лилой Кришне, поэтому он вот так себя ведет. И вам легче станет. А в другой момент, а что касается других предных, поймите предные, на нас все смотрят, мы все друг на друга смотрим. И каждый раз, когда мы делаем странные вещи, это тревожит чью-то веру. Они не скажут нам, дай Бог скажут, Кеша в Икришне праву. Но мы разрушаем веру друг друга, когда мы делаем что-то не так. Вот поэтому на этой истории я закончу. Но вот пример из шастер, как нужно реагировать, если все-таки эмоция пошла, нужно с этим разбираться, а не имитировать кого-то. Гранта решима, Благоватарьки, селепровопадыки, обру прибаганни.